спасибо олег ты подарил нам песни и уже очередной апокриф только что рассказал о том что если я хочу быть с тобой это пародия а вот меня лично илья кальмитцев убеждал что эта песня написана про любовь к богу а эти подонки превратили лишь только любую кубами ну я думаю что чем дальше в лестнице больше будет таких рассказов и это наверное прекрасно апокрифы нужны Александр Коротич знал ее лучше многих нас, работал с ним и ему слух здравствуйте так получилось что наверно в этом зале так долго как я с Ильей наверно никто не общался потому что в общем те скобки которые в моей жизни обозначают присутствие Ильи Корбейцева на 30 лет в 1977 году сосед дал мне переписать пластинку но тогда пластинка была дорогая сейчас у нас все в диске вот пластинка была замечательной группой Genesis называлась она Лэнглайздаун Бродуэй вот я с жаром побежал переписать эту пластинку но вот как только переписал первый диск дверь раздался звонок я открыл дверь и увидел на пороге очень худого и очень сердитого человека который состоял из них очков вот мы не познакомились в эту встречу он сказал где моя пластинка забрал и ушел это был Илья Корбейцева вот это в случае как мы с ним не познакомились и вторая скобка тоже развернута в обратную сторону почти 30 лет спустя я оказался в Лондоне в тот момент когда туда должен был прилететь Илья с дочерью и вещами потому что его жена Олеся Марковская она уже там в Лондоне жила училась я ей звонил целую неделю я приехал приехал она говорит нет не сегодня завтра может быть там и наконец последний день на завтра улетать вот она звонит и говорит слушай он приехал но такая фигня произошла он болеет я говорю что такое с ним случилось ну это он когда из такси вылез во-первых он в такси лежал когда ехал от аэропорта до дома когда из такси вылез лежа расплачивался с таксистом до такой степени у него болела спина я говорю что спиной такой но он что-то жалуется на спину последнее время ну ты им позвони и и вы значит встретитесь а у меня как раз остается но я за одно или два дела вот на этот день на последний я себе представил больного кормильцев злого ну кто хорошо общался что такое злой кормильцев это злого брезгливого недовольного жизнью и приехать к нему в Лондоне для того чтобы пообщаться с ним там несколько минут я подумал что наверное не стоит того если не попрощался судьба мне не дала больше шанса встретиться со своим другом только вот позвали последние разговоры последние дни когда мы звонили в больницу вот такой вот серьезный участок жизни 30 лет я не могу сказать я не могу назвать его своим другом хотя наверно так вот по номенклатуре положено что мы с ним друзья я бы сказал что мы родственники потому что когда с человеком не видишься полгода и знаешь что он где то есть и тебе от этого хорошо и можно с ним не переговариваться не звонить ничего это уже даже не дружба я бы сказал это совершенно другие отношения несколько слов ну как бы немножечко личных потому что я говорю что вот мы очень давно с ним были знакомы и может быть вам будет интересно узнать каким он парнем был постараюсь обойтись без пафоса без охов без ахов одна из первых таких запоминающих встреч произошла уже в эпоху уфинджуса я был студентом архитектурного института и рисовал обложку к альбому 15 сидя на лекциях шариковой ручкой а тем временем кормильцев писал тексты для следующего альбома и в какой-то момент я не сказать что у нас были какие-то вот такие очень тесные отношения в этот момент я услышал что у нее есть книга серапионов братья гофмана по которым я тогда с ума сходил еще издательство академия и напросился к нему гости пришел домой показал ему свои рисунки илья почему-то пришел в какой-то такой восторг вот очень понравилось взамен он говорит хочешь я тебе стихи почитаю ну честно говоря у всех любителей рок-н-ролла екатеринбурга той поры но это 81 82 год было очень двойственно двойственное отношение к поэзии группы уфин джус то есть иногда мы подходили к панты кину и говорили слушай давайте найдем нормального поэта что вы там поете такой ну ладно машина времени поет какие-то вот такие песни скрытого протеста кто-то про любовь поет а вы то про что вы там поете вообще не понятно что ну действительно вот если поэзию эпоху эпохи наутилуса можно сравнить с таким вот хорошим вином таким вот настоящим то поэзию эпохи урфин джуса можно сравнить с такой прагой вот когда пурлит шипит и пенится вот и честно говоря я так слегка перепугался когда мне предложил послушать свои стихи но потом давай читай вот и он не начал читать впечатление было очень сильное потому что это была совершенно не то поэзия которую вот я я бы хотел слышать но она прожигала вот был был в этом какой-то такой огонь первобытный который вот прожигал насквозь несмотря на то что рифму вопреки моим представлениям где-то не рифмовались и ритмы не рифмовались но вот что-то было в этом совершенно фантастическое и могу сказать что может быть с этого вечера начались наши нежные такие вот отношения человеческие которые другой другим словом нежели вот влюбленность не назовешь и потом размышляя вот уже спустя годы может быть я понимаю что наверное вот все вот эти вот урфин джус и наутилус и весь этот рок вот все мои рисунки вот все что там было в этот период вот вся эта вот каша из которой выросла масса совершенно различных и очень интересных талантливых людей она была наверное из этой вот любви влюбленность взаимной когда каждый радовался любому слову штриху который делал его товарищ и вот это совместная вот это вот взаимная влюбленность она нас всех куда-то тащила вверх вот есть такое слово дилетант да ну так как иностранное с таким налетом сухача у немножко и слово любитель вот оно происходит слово любовь вот к тому что ты делаешь вот любишь это и делаешь вот наверное так вот мы все и росли вот илья стихи писал не потому что он был поэтом и мне даже как то вот когда говорят кормильцев поэт у меня как-то эти два слова почему-то плохо перспjistone потому что он просто ильей кормильцем который писал стихе не по тому чтобы у поэтом в том что он просто нравилось вот он любил 치езти и писал то есть вот это вот любительство она наверное грешила отсутствием мастерства какого-то на первых этапах, но искупалась каким-то душевным жаром, который происходил из вот этой вот нашей юношеской большой взаимной любви, на которой мы все росли. В дальнейшие годы мы очень много, естественно, сотрудничали. Я оформлял обложки альбомов, книги какие-то, которые я там переводил, издавал ее. И мы очень часто встречались и советовались, потом он переехал в Москву, потом и я переехал в Москву. И я хочу припомнить одну встречу, такую, на мой взгляд, очень интересную для людей, которые вот тесно его не знали с этой точки зрения. Ну, вообще, на самом деле, произошел однажды у нас такой очень личный разговор, о котором я хочу вам рассказать. Уже здесь, в Москве, однажды позвонил Илья, а надо сказать вам просто предисловие к этому, что он всегда был занят. То есть, он для всех, даже для очень важных людей, для которых он находил время, он все равно старался показать, что он был занят, потому что ему так нужно было быть нужным всем, что он окружал иногда себя излишней занятостью для того, чтобы придать, ну, как бы, чтобы все внутри и снаружи кипело. Да, вот эта вот бурная деятельность, которая происходила вокруг него, он сам ее подпитывал. И вот однажды, я же снимал квартиру недалеко от него, раздается утром звонок, и он говорит, ты не мог бы прийти ко мне в гости? А это вот для Ильи была такая формулировка какая-то непонятная, потому что или это было дело обычно, или, значит, я к нему по какой-то надобности шел, он, как правило, в гости ко мне не приходил, а тут вдруг он приглашает меня в гости без повода. Я прихожу к нему в гости, обнаруживаю Кормильцева в совершенно кисельном состоянии, то есть человек деморализован абсолютно. Выяснилось, что на самом деле просто никаких дел нет. Никто ему не звонит, ему звонить некому. Значит, все от него уехали, обычно у него там постояльца, там по комнатам, по коврикам, по раскладушкам где-то кто-то ночует, никого нет. Тишина в пространстве, СМС-ок нет, писем нет, ничего нет. Вот. Значит, и ощущение, вероятно, что в этот момент, вот земля ушла у него из-под ног, он никому не нужен, никого вокруг них, вот это вот одиночество, я понял, что он его боится. Вот. И он позвал меня для того, чтобы быть хотя бы не одному. Мы с ним сели, и он начал на себя жаловаться. Какой я плохой, почему вот у меня вот дурацкий характер, вот этот мой, давай мне, я вам не буду пересказывать этот разговор, тем более, что слова не помню, а вот зато после этого разговора у меня сложилось впечатление следующее, что вот эта личность, которую мы называем Ильей Кормильцем, она как бы состояла из двух очень разных половин, я бы даже сказал противоположных. Это вот как, знаете, вот робот-трансформер, такая вот здоровенная машина, такая мощная, суперсовременная, стремительная, страшная, и внутри сидит такой маленький человечек, который этой машиной управляет. Только вот в данном случае маленький человечек, который внутри сидел, машина этой не управлял. Вот что было особенным, роковым таким вот как бы обстоятельством, это вот, если бы такого вот внешнего, большого, такого умного, пронзительного, скоростного, кормильцева, который был всегда в курсе всех дел, который язык осваивал за неделю иностранный, то есть вот такой вот суперсуперсуперсуперсуперчеловека, значит, внутри сидел мальчик из рассказов о прыжках по крышам сараев, если кто читал, вот такой вот на самом деле маленький мальчик, который многого боялся, стеснялся, какой-то нерешительный, вот такой какой-то тихий, совершенно другой человек, абсолютно. И я с этим человеком вот один вечер говорил, разговаривал с этим человеком. И потом, когда я вот сопоставлял вот этот образ с тем, что происходит, мне становились понятны многие его поступки и многие его стихи, потому что, возможно, именно из-за этого внутреннего диалога или внутреннего противоречия, которое в нем постоянно существовало, и появлялись те интересные темы и те интересные повороты мыслей, которые мы читаем вот в его произведениях, и те, которые, все уйти в его заключение. Он, наверное, этому человеку, один другому всегда что-то доказывал, что вот я могу или я не могу, а ты вот... И вот это вот внутреннее противоборство. Не было снаружи его ни обстоятельств, ни людей, с которыми он хотел бы или мог конкурировать. Он обгонял все, он мысли, он только вот, какое-то событие совершилось, он ни в коем случае не задерживался, и он мыслью улетал уже и делал новый оборот вокруг Земли, и уже жил там в следующем веке. То есть вот это вот удивительная черта вот этого вот какого-то душевного непокоя, которое вытащило по жизни. Однажды я ему спросил, что ты все время газеты читаешь? Я вот не могу читать газеты. Вот я был членом коммунистической партии, не выписывал газету правду, это было равно преступлению просто. И до сих пор не читаю ни одной газеты, и вот при этом могу что-то рисовать нормально. А он говорит, я читаю газеты, потому что я без них ничего не могу написать, я оттуда черпаю вдохновение и темы. Вот видите, какой вот интересный такой поворот. На самом деле я надеюсь и мечтаю, что может быть найдутся серьезные люди, которые какую-нибудь, я не знаю, книгу, диссертацию затеют, потому что личность это очень загадочная, таинственная, до сих пор я думаю, что сама как бы предыстория и история его кончины это отдельный приключенческий роман, в котором еще разбираться и разбираться. А не только вот рояль в кустах театра практика, а я думаю еще и много чего нам кормильцев оставил такого, что можно раскопать и страшного удивиться. Чего вам и желаю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ОМЕНТЫ ОМЕННЫ